В Красном Луче живут более 5800 человек, которые в силу разных обстоятельств приобрели инвалидность. Для решения общих проблем, защиты прав и интересов людей с особыми потребностями созданы общественные организации. Их несколько в нашем городе. 3 декабря, в день, когда во всем мире чествуют слабых здоровьем, но сильных духом людей, краснолучане с ограниченными возможностями собрались в Центре культуры. Для них звучали слова уважения и признательности. В жизни бывают моменты, когда необходимо вступить в бою снизу, приложить все силы, силу воли, крепость духа, терпение, упорство для того, чтобы выстоять и победить. Сегодня я хочу выразить слова благодарности тем, кто проявляет о вас заботу, дарит вам тепло, социальным работникам, медикам, учителям. Особые слова уважения людям, которые заботятся о детках с ограниченными возможностями, они помогают жить образованными людьми, уверенными в завтрашнем дне и востребованными. От всего сердца хочу пожелать вам сегодня, чтобы возвратились все ваши мечты, чтобы люди, которые краснолучане, которые требуют ежедневной поддержки, жили благополучно. День инвалида – это особенный день для особенных людей. Он создан для повышения внимания к их правам и свободам. Каждый человек всегда должен помнить, что рядом с ним живут ветераны и инвалиды, взрослые дети с тяжелыми недугами. Они – люди с удивительной силой воли, которые, несмотря на недуг, сохраняют радость жизни, ее добро и красоту. И есть немало примеров, подтверждающих это. Инвалиды занимаются спортом, творчеством, добиваются высоких результатов. Огромная благодарность вам за стойкость, за пример, который вы подаете нам. Разрешите мне по поручению Президиума Красноярского городского совета ветеранов от имени почетных граждан нашего города, от имени депутатского корпуса нашего города Красный, лучше от себя лично, пожелать вам крепчайшего здоровья, дальнейших успехов во всех ваших общественных мероприятиях, крепчайшей жизни хорошей, мира, благополучия на нашей Донбассской земле. Давайте жить, трудиться так, как вы трудите в своих общественных организациях, и еще крепче быть с Бородским советом ветеранов. Низкий вам поклон от старшего поколения. За личный вклад в интеграции лиц с ограниченными физическими возможностями в жизнь общества, преданность делу, благодарственными письмами администрации города наградили Анну Гергель, председателя правления Краснолуческой территориальной организации «Глухих», и Сергея Моргунова, председателя организации «Республиканский союз инвалидов Луганщины». А творческие коллективы Центра культуры своими яркими выступлениями старались подарить немного радости и поднять настроение гостям праздника. Ведь иногда просто добрая улыбка и дружеское участие могут сделать человека счастливым. Песня «Республиканский союз инвалидов Луганщины» Новости телеканала «Луч». Новости телеканала «Шоц work» Новости телеканала « appeared sofort им все downstairs» «Дthan't letract на землю туда красивых камer hadd que Dios murнул». Новости телеканала «Лучш grounding», «All dis에 бежит дети заew ANну Гералью leading». Новости «В slime камерега шагет пах». Новости телеканала «Лучш годыante герои» Новости телеканала «Лучш péri Cir siehtト» Новости телеканала «М Horizont»